Мы живем в разорванном информационном поле. Каждый думает, что он все знает и все понимает, но на самом деле все мы находимся в рамках определенных тоннелей информационных. Это делается за счет алгоритмов социальных сетей, которые подбирают нам тот контент, который с большей вероятностью нас привлечет. Это происходит в алгоритмах ОК, медиатеки, кинопоиска и так далее, где подбираются то, что с большей вероятностью мы будем смотреть. То же самое касается книг, чего угодно. Мы все время находимся в рамках какого-то своего информационного поля. Проблема состоит в том, что из-за того, что контента стало очень много, разные люди находятся зачастую даже живя вместе в предельно разных информационных полях. И нам друг с другом поговорить зачастую оказывается просто не о чем, потому что человек, который оказывается в таком же наборе рекомендаций Ютуба, ВКонтакте, Телеграма и прочего, находится вообще в другом месте. И нам не с кем общаться, и нам не с кем обсудить. Мы посмотрели кино, посмотрели сериал, подчитали книгу, а с кем обсудить. И возникает ощущение, что и не нужно ничего интересного и сложного смотреть, потому что все равно не с кем обсудить. Поэтому давайте, раз уж пошло, будем смотреть, что попроще, что повеселее. И в результате мы сами объединяем свою собственную жизнь. Мы сами становимся все более такими одноклеточными. А вот хочется же общаться, хочется же просто, чтобы жизнь-то наполняется от того, что вы с другими людьми взаимодействуете, что вам они интересны, вы им интересны. Поэтому, если мы не будем находить единомышленников, с которыми мы существуем в очень похожем информационном поле, мы будем чувствовать себя несчастными. И сейчас вопрос единомышленников – это вопрос вообще психического выживания. или иначе все будем в одиночестве, располземся по своим, значит, норкам, и пока у нас шарики за ролики в этом нашем одиноком существовании не заедут.